Продолжаем наш словарь. И начать я хотел наш рассказ вот с такого замечания, что есть некие понятия, которые мы называем иррациональные, и которые как бы даже не пытаемся определить, не пытаемся выяснить точно, что это. Просто, ну, это рационально. Ну, всем как бы сразу понятно, это что-то вот такое вот противоположное рациональному. И вот с этой точки зрения, казалось бы, а что может быть рациональнее понятия рациональности? Так вот, я провел, ну, 5, наверное, 6 дискуссий в ЖЖ на философском штурме с разного уровня, с разным контингентом собеседников, и такой разброс в понятии рациональности. То есть, казалось бы, ну что же проще простого? Рациональное есть, это рациональное. Нет, что только с ними представляют. Были такие варианты. Рациональность – это творческое начало, это творчество. Вот если нет творчества, нет рациональности. Был один собеседник, который утверждал, рациональность – это все хорошее. Вот если это, вот если это плохо, если для меня это плохо, это не рационально. А вот если я чувствую, что это хорошо, нормально все, это рационально. Очень много сводилось к тому, что рациональность – это что-то прагматичное, полезное, или, наоборот, обладающее осмысленностью, целью какой-то, целенаправленное. Наиболее часто заканчивалось на том, что рационально – это разумно. Просто калька перевода. А что такое разумно – это рационально. Давайте этот вариант, что рационально – это разумно, разумно – это рационально, оставим, потому что чисто это автология. Объяснить одно через другое невозможно. Есть еще исторический эксурс. Если посмотреть Канта Гегеля, просто «Критику чистого разума» или «Логику Гегеля», там встречается понятие, термин «рациональность», но используется совершенно не в том смысле, в котором мы. Мы иногда используем в этом смысле, но это не является главным, наверное, в современном прочтении. У Канта есть рациональная психология, рациональная космология и эмпирическая психология. Эмпирическая космология. Еще несколько таких же используем. И у Гегеля то же самое – рациональная психология и эмпирическая психология. Именно только в таком смысле используется слово «рациональность». Противоположность эмпирическому. То есть то, что умозрительно. То есть если человек сидит о космологии и думает у себя в голове что-то, это будет рациональная космология. Если он глядит в телескоп, подзорную трубу, это будет эмпирическая космология. Ну и то же самое с психологией. Если я изучаю психологию на пациентах, провожу какие-то эксперименты эмпирическое, а если я задумываюсь о душе, вот как-то так вот думаю, там, это будет рациональная психология. Теоретическая. Рациональная. Кстати, у Канта и у Гегеля было развлечение теоретическое и эмпирическое, нет, рациональное и эмпирическое, а теоретическое и практическое, как вот так. То есть термин «теоретический» существовал рядом с рациональным. И, наверное, разница, вот я так посмотрел, ловил, в том, что теоретическое имеется в виду оформленность в виде теории, а рациональное – это просто рассуждение, это не теоретическое, а просто вот такие рассуждения, умозрительность какая-то. Скажем, теоретичность и умозрительность не всегда соединяем. То, что нам дают словари современные, там полный набор, начиная с пустой тавтологии, рационально относящихся к разуму. Ну, как бы так и поняли, что это такое. Рациональное познание, разумно обоснованно, телесообразно. Рациональное использование средств, рациональное питание, рациональная философия. Так, опять разумно, телесообразно, разумно-рассудочно, рациональная поэзия. Рационально представляется интуиции. Типа там, что мужское мышление рационально, женское нерационально. Так, вот. И прежде всего для того, чтобы понять, все-таки, о чем идет речь, наверное, нужно выяснить, как в языке у нас сейчас используется. Что мы называем рациональным? Что у нас может быть? Ну, наиболее частное, значит, рациональное мышление. Устойчивое выражение, да? И если мы говорим не о рациональном мышлении, то противоположность будет иррациональное мышление. Здесь мы долго, конечно, спорим, может ли быть иррациональное мышление. Мы когда говорили о мышлении, кто-то сказал, что она только рациональна, кто-то говорил, что она только иррациональна. Помните, это был такой разговор. Но называясь рациональным мышлением, конечно, вывод может быть иррациональный. Не рациональное. Вывод может быть и рациональный. Нет, вывод может быть только рациональный. Деление познания – рациональное и нерациональное. То есть если мы говорим, что наука – это рациональное познание, то искусство – нерациональное познание. При этом самое интересное, что, скорее всего, религия – это рациональное познание. Философия – рациональное познание. Но это тоже можно спорить, но вот есть науки рациональные. И есть очень интересный момент, который всегда присутствовал в споре, а может ли быть рациональным поведение животных? Казалось бы, они неразумны. Я всегда приводил такой пример. Вот, скажем, туннель какой-то, нора какая-то. Мы туда запускаем мышь, робота и человека. Но они одеты в какой-то камуфляж, который мы не можем различить. Их. И смотрим на их поведение. И говорим, когда что-то там метается туда-сюда, ну, это нерациональное поведение. Кто-то целенаправленно идет по какому-то лабиринту. Рациональное поведение. И вот у животного есть рациональное и рациональное. И у человека, и у робота. То есть мы что-то говорим по внешним данным, даже не касаясь, а кто там. То есть мы как-то можем сказать, что да, вот рациональное поведение. Очень часто говорили действительно, что это целенаправленное, прагматичное. Но при этом человек может быть совершенно прагматично стягать какой-то цель, поставить с собой цель и достичь ее совершенно идиотским способом. Не рациональными, а каким-то случайным методом тыка. Ну, скажем, кто-то может рационально, четко добиваться и не добиться цели. Или сделать совершенно непрагматичный результат какой-то, не бесполезный. А кто-то методом тыка, случайными какими-то там движениями достигнет цели и добиться прагматичной цели. Значит, тоже получается так, что рациональность касается только самой процедуры, а не результата. То есть именно то, что вот как по лабиринту бежит либо робот, либо мышь, либо человек, вот как они себя ведут рационально-нерационально, а неважно, как они достигнут чего. И что бы я назвал рациональным, то есть из всего, что я рассказал, это значит некое упорядоченное, воспроизводимое, значит, структурированное, ну не поведение, то есть некая деятельность, именно воспроизводимая, структурированная и упорядоченная. Если все это вот, как бы окучить все эти слова, то наиболее точным словом я подобрал был логичное. Логичное поведение, логичное мышление, логичная деятельность, то, что может поддаваться логическому описанию. То есть если мы некую деятельность сможем алгоритмически записать, логически выразить, запустить в компьютер, это считается рациональным. Если это не поддается логическому описанию, не поддается алгоритмизации, невозможно моделированию, скажем, поэзия, живопись, нерациональное какое-то поведение, стахастическое, случайное, то это нерациональное. Ну вот, скорее всего, вот сейчас у нас в языке это используется так. Философия рациональна, поскольку она обязательно требует логического вывода. Искусство иррациональна, поскольку она просто не требует, то есть даже исключена алгоритмизация. Как только мы получаем алгоритмизацию в искусстве, мы теряем все искусство. Ну вот давайте, какие у нас еще у кого-то есть. А ну вопрос, откуда это само слово-то, рацио или рациональна? Я несколько раз произносил. Перевод, это с какого-то? Я считал, латинский разумный. Рацию, разумный. Еще разумный. Рацию, разумный. А другой способ, он у него счет, подсчет, расчет. И, соответственно, этому слову греческому, там, логос, да, тоже имеет два смысла, там, как бы, собственно, разум, да. А другой тоже счет и подсчет. Но счет-подсчет у нас как бы выбыло. То есть мы не называем... Ну, хотя, когда рационально... Рационально получается, это значит расчетливо. Расчетливо. Сумма отношений, обоснования. Расчетливо, да. Смотрите, вот, смотрите, можно, например, вести, уклониться пока философии, можно вести свое хозяйство двумя способами, как бы, хаотически, как-то интуитивно. А можно рационально. Расчетливо. То есть расчетливо, как бы, с точки зрения, какие доходы будут получены, какие расходы, все посчитать, как бы, выяснить, как можно улучшить, усовершенствовать. Вот это вот, какая-то подсчет и расчеты, и какие-то вот действия, которые связаны с тем, чтобы что-то улучшить и, как бы, как-то более правильно повести, вот это и называется рациональным. То есть рациональным это такое, которое связано с каким-то расчетом, каким-то подсчетом. Деятельность ума. Нет, деятельность ума может быть и случайным. Да, деятельность ума, это сюда просто включена. Здесь самое главное, воспроизводимость, воспроизводимость, однозначная воспроизводимость того, что ты делаешь, алгоритмичность, вот это самое главное. Смотрите дальше, если продолжать. Почему не разум? Разум немножко другой. Дело в том, что разум это некое основание, которое, как мы говорили в свое время, оно для всех одно и то же. Расчетность может быть разная, разные люди видят свою выгоду и свою расчетность в разном. Нет, не нужно будет расчет, именно как выгода. Здесь расчет другой. Расчет – это рассчитывая мощность. Смотрите, рассчитывая мощность. Я говорю, что не надо только замыкаться в философии или в науке. Именно рациональность – это такой расчет, который расчет везде. В экономике, в семейной жизни, в науке, в философии. Везде рациональность, понимаете, некого рода преследование, некого рода цели, исходя из того, чтобы рассчитать все исходы, рассчитать выгодность, доходность. Булат, я бы, во-первых, два момента сказал. Цель не входит в понятие рациональность. Цель сама не входит. Достижение оценивает. Я хочу сказать, что интуитивно нам всем понятно, без всякого понимания, что есть какая-то выгода в чем-то. Нет, и выгода не входит. Смотрите, например, наука имеет определенную свою выгоду. Достигнуть понятие, как устроена природа. И в искусстве выгода есть. Булат, я предлагаю тебе четко разделить два понятия. Расчет как выгода и расчет как счет. Да, все понятно. Но мы сейчас пытаемся термин пока понять. Потом он, конечно, в каждом отдельной дисциплине… Потому что расчет может быть достигнут и рациональными методами. Расчетливость, в смысле, выгода. Я еще раз говорю, что я пытаюсь как бы оттолкнуться от некого рода интуиции, что рациональность – это именно та сторона разума, которая говорит о расчетливости. Нет. А расчетливость я так просто говорю. Не всегда. Ну вот я, у меня такая интуиция, что я сейчас просто ее попробую высказать. Она коренится на том, что в отличие от разума, она может быть даже неразумной, эта расчетливость. Но она именно коренится на том, что есть некого рода расчетливость, есть некого рода расчет, и преследование этого расчета и называется рациональным. Я действую не просто так, как сложилось, а я исхожу из какого-то своего расчета, подсчета и прочего, и действую на основе этого подсчета и расчета. Применить его можно в любой сфере. Применение к сферам, это уже, конечно, там дополнительно требуется. Еще уточнить, что бы там означало расчет. Но в некотором смысле понятен сама интуиция, в отличие от разумности. Разумности может не быть никакого подсчета и расчета. Разумность может быть какая-то... Это более широкое понятие. Да, но разумности может получиться так, что тебе это лично не выгодно, но в целом это разумность. Выгода как бы не имеет никакого отношения. Еще раз объясняю, вы как бы не думаете, вот это вот самая опасная вещь, когда слово выгода понимают очень узко. Слово выгода это прибавок, это некого рода, когда вы что-то рассчитываете, вы хотите что-то получить. Я настаиваю на это, нельзя смешивать расчет, как логику, и я рассчитываю на что-то, как результат, на выгоду. Это совершенно два разных понятия. Они имеют один корень, но разный смысл. Да смысл-то разный. Я думаю, исходность. Нет, мотив, это выгода. Да, мотив. А мотив неходит, это выгоду. Нам надо выгоду понимать, как только экономическую выгоду. Да любую выгоду, любую выгоду. Булат, я полностью согласен, что выгоду не стоит понимать, как экономическую. Мне кажется, проблема всякого собственности состоит в том, что вы очень сильно привязываетесь к смыслу слова. Надо понять, в чем состоится. Я когда говорю смысл слова выгода, я имею в виду, что мы можем интуитивно жить и не думать ни о какой выгоде. Можно интуитивно приходить к выгоде. Нет, мы можем не выгадывать ничего. Как живем, так и живем. И не подсчитывать, на самом деле, живем ли мы, согласно каким-то расходам и доходам у нас сходят. Ладно, давайте дальше. Вот Игорь хотел. Нет, я просто не очень понимаю, почему ты, Саша, так против участия слова выгоды здесь. Потому что смотри, если рациональность, это некоторое разумное, повторяемое действие, неважно, оно осуществляется физически или оно только ментально осуществляется. Но если оно как-то внутри себя логично устроено, и поэтому оно воспроизводимо, то ведь всегда возникает вопрос, а почему избирается именно это, а не это логичное движение. Потому что логичных движений, всех и физических, и ментальных, их всегда несколько. Вопрос в том, почему мы их выбираем. Мне кажется, что действительно этот мотив, что мы выбираем рациональным образом, тогда, когда выбираем выгодное, выгода может приниматься самым широким. Самым широким. Я не вижу, в чем здесь... Я вижу, я скажу, поясню. То есть, допустим, у меня есть некое желание достигнуть какой-то выгоды. Даже, скажем, добиться чего-то от человека, это экономическая, хозяйственная выгода. Добиться от себя чего-то, да? То есть, вот просто добиться, чтобы я чего-то научился, да? При этом у меня есть два варианта поступить. Рациональный и рациональный. Я могу попытаться рассчитать, как будет точнее, лучше. Просчитать все шаги, написать план и поступить согласно этому плану и достичь этой выгоды. Я могу сесть в медитацию, посидеть два часа, мне стукнет в голову, что нужно сделать, я это сделаю. Это два пути. Да, только второй путь не воспроизводим. Да. Вот второй путь нерациональный. А первый путь рациональный. Но добьюсь я одной и той же выгоды. Поэтому сам факт наличия выгоды не говорит. Только наличие выгоды, это расчет с целью какой-то. Мы сейчас обсуждаем вопросы Игоря. Нет, нет, да. То есть, твой твой состоит в следующем, что рациональность характеризует то, каким образом... Образ, только образ. Но если говорится о выгоде, как о том, к чему или от чего движется вот это вот рациональное... Я могу даже представить, что рациональные поступки какие-то могут быть и не привести ни к чему. Ну, совершенно верно, да, да. То есть, главное характеризовать то, каким образом происходит движение. Так, вот скажем, я вижу человека, как он действует. Я не знаю, почему он действует, ничего он хочет. Но по его действиям я могу судить. Я вижу, метается по комнате человек, все разбрасывает, все... И говорю, нерационально. А я вижу один, то есть сначала здесь, так, так. И он рациональный. Я не знаю, может быть, тот достигнет своей выгоды, а этот просто, шизик, просто переставляет вещи рационально. Ну, его поведение мне будет выглядеть как рациональное. То есть рациональность, она не зависит ни от цели, ни от выгоды, ни от причин, а от самого структурирования, достижения. А от философского понимания рационального, к бытовому, понимаете, в бытовом смысле, на самом деле, многие слова звучат вообще, как бы, иначе. Понятно, а давайте к философскому. А в философском смысле, как бы, это... А в философском смысле? В философском смысле. Когда какой-то термин используется, он должен применяться ко всему. Да, все правильно. А вот только поведение. Нет, я примеры привел. Способ действия – это поведение. Способ мышления. То есть, когда человек... Еще раз говорю, про мышление давайте пока оставим, потому что не бывает нерационального мышления. Нет. Оставим пока. Нет, давайте, способ говорения, скажем так, говорения. Вот человек бросается... То, кто сказал, это, припомнил так, сяк, а второй четко... Мало поведение. Нет, это говорение. Допустим, текст. Допустим, берем текст. Мы можем взять текст, просто посмотреть текст и сказать, это рациональный текст. Даже не заглядывая на следующую страницу. Может, он к еруде поедет. Это вообще как бы рациональный и рациональный текст – это не что-то неправильное слово. Может, только рациональный текст. Рациональный текст – это понятно, что такое. Я беру текст и вижу, это рациональный текст, а это не рациональный. Это поэзия, а это наука. Вам не режут, вам не режут. Рациональный текст – это что-то, какой-то новость. Почему? Ну ладно, сейчас давайте забираемся в гугл и смотрим рациональный текст. Гарантирую десятки тысяч вхождений в рациональный текст. И рациональный текст, и рациональный текст. Наши тогда опять скатились к этой бытовухе. Можно сказать, что тексты были в рациональной бытовухе. Вот смотрите, давайте о познании говорим. Да, и поскольку наша задача, некоторая работа с нашим собственным словарем, как мы употребляем слова, различие между тем, как двигаться и к чему двигаться, оно действительно важно. Я только вот что думаю, что все-таки цель далеко не всегда является чем-то внешним по отношению к рациональности. Например, я могу считать, что сама по себе рациональность – это сама по себе цель и сама по себе выгода. Хотя бы потому, вот сейчас вот мелькало в разговоре, но я просто это еще раз проговорю, что если я движусь рационально, если я движусь рационально, то мое движение, ну широко будет, да, не обязательно физическое, да, вот мое ментальное. Я пытаюсь что-то там познать, что-то объяснить. Если я движусь рационально, мое движение это, оно хотя бы предсказуемо. Да. То есть я могу понять, что либо если я достиг цели, то окей, если не достиг цели, тогда я хотя бы в качестве контроля над своим движением могу что-то исправить и попытаться... Конечно. Если я движусь хаотически, интуитивно, да, у меня этого ничего нет. Это уже оценка. Если, скажем, я ученый, и сижу рационально рассчитываю, продумываю, делаю, а тут приходит Эйнштейн и говорит, а, вот это так, или во сне кому-то приснилось, и результат. И он достиг цели, он только подумал о достижении и сделал. То есть и в данном случае мы говорим, вот этот достиг своего результата рационально, этот или не достиг даже, а этот достиг результата, но и рационально. Ну, они оба, конечно, композитор и рациональны, но где-то вот, может быть, да. Но если мы под этим персонажем, то да. Почему вы скатились на выгоду? Я же сказал, что главный термин расчет, расчет весь. А я не говорю, что это главный термин. Ну, это потому что все остальное, что вы говорите, там, воспроизводимость, там, упорядоченность, это просто характеристики расчета. Нет, была. Заметить, историческое появление и капитализма, и рациональности совпадает. То есть, по сути, они ровесники. И поэтому, да, это Декард, это Ньютон. Ну, как именно так, правильно. Какой-то, 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 какой-то. Расчет, расчетливость, главный термин. Влад, я скажу так, что если, давайте, во-первых, четко говорить выгода и расчет, чтобы не использовать... Расчетливость. Расчет, вот, расчетливость, давайте навозвать слово выгода. Нет. Что значит выгода? Можно расчет, можно ввести расчетливость, исходя, может быть, из своего убытка. А, нет, 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 хорошо. Вот то, что расчет, вычисление расчет, есть смысл. Проблема, когда мы обсуждаем, давайте, опять же, ремарка, философские термины. Не надо пытаться философские термины натянуть на повседневные ваши упражнения, как вам кажется. Влад, прежде всего, не нужно путать два слова на одинаково корни, и вот так их переплетая, подменяет один смысл другим моментально. Не надо. Давайте договоримся, что давайте разделим эти два понятия. Вот у нас есть два понятия. Мы разделим, мы разделим, но должна быть сначала интуиция, которая их соединяет. Интуицию, вы понимаете? Зачем их соединять? Я не помогу понять. Потому что они изначально соединены. В интуиции соединены изначально. Понимаете, мне говорят так, давайте поговорим о косе. Давайте мы договоримся, вот коса на реке это одна, а коса на голове это другая. Нет, 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 давайте вместе сначала, мы интуицию говорим. Понимаете, когда вы говорите рациональный текст, для меня это и есть две косы, которые разведены. Ну, ладно. Для меня это гонсус. Давайте гонсус. Ну, есть несколько человек, вам сказали, что... Что такое рациональный текст? В чем смысл этого текста? Я, наверное, может, послушал, но слово эмоциональность никогда не изучал. Да. Оказалось бы, поступая рационально, не будь подвластен эмоциям. Вот. Значит, несколько человек... Да, я забыл, что... Действительно, несколько человек противопоставляли эмоциональность и рациональность. На что я говорил так, что вот есть лектор, да, и он эмоционально читает свою лекцию, но при этом совершенно рационально, четко, воспроизводимо, логично, расчетливо. Вот. А при этом, может быть, какой-то мямля, который совершенно не эмоционально, но у него там от конца с концами не сходится, полностью рациональный набор какой-то. Ну, скажем, можно себе представить буддиста, который или... Ну, в смысле, Далай-Ламу там, который будет бубнить неэмоционально какой-то набор слов, как иррациональный, который будет значим для слушателей. Ну, там эмоций не будет. А наоборот, кембриджский профессор очень рационально и эмоционально будет рассказывать. Потому что взаимосвязь эмоций и рациональности не столь однозначна. Что если мы видим эмоцию, там нет рации, а если мы не видим эмоцию, значит, там рация. Мы обсуждаем в общем случае. Мы обсуждаем в общем случае. Естественно, что возникает вопрос. Вот один человек смотрит на другого или на что-то, на текст, на что-то, что угодно. Это рационально. Другой при этом может сказать, что это нерационально. То есть оценка рациональности может быть разная. И она зависит от того, известна ли логика этого поведения. То есть, скажем, если я знаю эту логику поведения, ну, скажем, если я знаю логику футбольной игры, она для меня очень рациональна. Но если человек впервые пришел на футбол, не зная правил, она для него иррациональна. Он вообще не может понять, что там такое. Как столик хотам. Да. Поэтому действительно вопрос хороший. что действительно вот оценка рациональности другим человеком чего-то сильно зависит от его знания, логики того, чем он смотрит. А вопрос тогда, чем определяется эта рациональность одного, а рациональность другого? Я только что ответил. Чем они определяют? Я только что ответил. Видением или невидением логики. Тем не менее, сам футбол-то не перестает быть рациональным. Нет, я говорю оценкой. Нет, в общей матрице. Я говорю оценкой. То есть оценка может быть разная. То есть, скажем так, если мы знаем, что футбол – это игра по правилам, мы можем его не смотреть и считать, что при соблюдении этих правил это рационально. Но если я не знаю, что такое футбол и вижу вот это поведение на поле, оно для меня может быть и рациональным. Ну, скажем, посидев час, два, три и там проанализировав, я могу прийти, что я ошибался, я смогу правила выяснить и просто наблюдаю. Понять, что это все-таки рационально. Рационально, по правилам. Мы же согласны, допустим, с тем же футболом, мы будем с вами смотреть, да, вот так уже, имея опыт, и вы в футболе, и я, допустим, в футболе, и один и тот же матч мы можем оценить по-разному. Мы согласны с этим? В данном случае философии, мелкое замещание. Что, что? Да ничего, так, мелкое замещание. Вы обсуждаете просто ничего. Вообще никакого отношения не имеет к тому, о чем мы разговариваем. Просто никак. Рациональный и в обычном языке, конечно, такое слово и есть. Давайте перейдем к философии. Всегда, да. В философии все термины по-другому звучат. Хорошо, Булат, философия. Используем термин рациональности философия. Давайте начнем. Я не понимаю, почему философия у вас от жизни отличается? А потому что философия отличается от жизни по определению. Как наука отличается от жизни, и футбол отличается от жизни, и философия отличается от жизни. Я помню, что философия – это наука о наиболее общих. Философия не наука, не наиболее в общих, но не о футболе, точно. Философский словарь 56-го года, да, по-моему, 53-го? Влад, давайте вернёмся к философии, давайте сугубо к философии, то есть мы действительны. Давайте, как бы, я просто, опять же, как бы, истинно. Вот это моя интуиция расчётливая, если вам она не нравится, там что-то... Ну, я не знаю, как философия, такого слова термин расчётливость философии не знаю. Давайте только философский термин. Поэтому я и говорю, что это интуиция. Нет, понятно, давайте перейдём к терминам. То есть от греческих корней, понимаете, греческих и иритских корней. И, наверное, как бы эта тема возникает не просто так в языке, это именно отталкивается от расчёт и счёт, и подсчёт, и подсчёт, и подсчёт. Ну вот даже обращаясь к этим латинским корням, например, расчёт – это в том числе, как бы сказать, общее обозначение для любого знака операции между двумя числами. Соотношение. Есть такое, да, это просто некое соотношение. Я думаю, что, как я понимаю критерий рациональности, это то действие, или тот текст, или та речь, которая отдаёт отчёт в правилах своего совершения. Правила. Первое слово – правила. Откуда берутся эти правила? Вопрос не имеет ответа. Они, конечно, отчасти утверждаются самим субъектом. Субъект может решить, что для меня… Нет, они могут комменциальнее быть правилами. У меня сейчас вот правила такие, и я буду следовать этим правилам. Поэтому здесь вот так хороши эти все аналогии с футболом, и вообще с любой игрой. Потому что мы ясно понимаем, что это чистая условность. Но, в конце концов, если твоя цель – загнать мячик в ворота, то почему надо мучиться и только ногами его трогать? Да возьми ты в руки, да занеси, что называется, уж если твоя цель такова. Но нет. У нас есть определённые правила, и мы их явным образом должны соблюдать и отдавать отчёт, и показывать это в своих действиях, в своём тексте, в своей речи, что мы понимаем эти правила именно как правила. Вот это единственное, на мой взгляд, какое-то более, ещё, может быть, не очень ясно звучавшее определение. И понятно, почему всё время хочется сказать, что вот эта вот некоторая калькуляция, вычисление и всё прочее. Это тоже некие правила. Да, совершенно верно, потому что это по некоторым правилам связываемые числа, устанавливаемые между ними сразу же. То есть вам кажется, что правило возникает просто так с потолка? Нет, нам не кажется. Главное, чтобы были правила. Откуда они возьмутся? Это дело десятое. Ещё раз, я просто как бы, почему у нас настаиваю именно на расчёте. Потому что всё эти правила, всё это придумано специально на том, чтобы добиваться цели, и чтобы можно было бы свой опыт передать другому, и чтобы он тоже мог цели добиться. Все правила придуманы не для того, чтобы просто их придумать. Глупо думать, на самом деле, что наша жизнь устроена так, что мы с потолка придумываем правила, и потом как бы их соблюдаем. Ну, я понимаю... Есть некого рода линия, да. Оптимальная линия поведения. Эта линия поведения выписывается в правилах, чтобы сказать, как надо действовать. Тоже свой род расчётливый. Ну, совершенно верно, Булат. Ты, в сущности, ведь что говоришь? Что национальность неисчерпывающе описывает характер мышления, или характер действия. Ну, там, например, мужчина стоит, это... Характер логичи. Вот. Неисчерпывающе, совершенно верно. Нет. И действительно, без концепции блага, например, ну, тут что делать? Видимо, не обойтись. Ну, у нас просто... Дело даже не то, что у нас это все блага. Я просто хотел бы за рационально увести от мышления. Понимаете? Потому что... Да, мы им об мышлении говорим. Дело в том, что очень часто именно вы рационально сводите к разуму, как бы, и в итоге к мышлению. Нет, мы мышлением не... Что рациональное, что, что как бы... Можно вернуться. Что рациональное, это одно и то же. Это не так. Неправильно. Надо иметь другой корень, да? Надо иметь другой корень. Ну, мы просто что... Куда я и включил, они мышление, я и не могу включить. Нет, я готов с тобой согласиться. Просто рациональность, это более узкое понятие, чем разумность. И более узкое, чем мышление. С этим никто не спорит. В самом общем виде, когда говорится, что это просто рациональное, в смысле, в самом общем виде умозрение, ну, да. Да, бывает такое слово употребление, что называется, в бытовом языке. Но мы же, как бы, стараемся от этого отойти и наполнить некоторым смыслом эти условия употребления. И вот это слово употребление, мне кажется, такового. Ну, если... То есть, я бы продолжил именно по поводу правила. То есть, если обобщить все, что говорится по правилам, то это обычно логичность, некая логика. Скажем, если вернуться от бытового к философскому пониманию. И когда мы... Во-первых, в философском понимании, наверное, нужно говорить о рациональности познания. То есть, мы когда говорим о познании, мы говорим, это рациональное познание или нерациональное. То есть, если познание связано с некими правилами, с некой логикой, с некой воспроизводимостью, как научное, оно рациональное. Если познание не связано с правилами, не связано с сопроводимостью, не связано с какой-то логикой воспроизводимой, логика по определению воспроизводима, значит, это ирациональное познание. Где еще у нас в философии, кроме как в познании, может быть... Один из моментов рациональности – это ее воспроизводимость. Воспроизводимость, естественно. Обязательно. Обязательно. Без воспроизводимости рациональности просто быть не может. Да. Здесь может быть такой момент, что она может быть личностно только воспроизводима, как для себя. Когда я для себя установил некие правила и им следую в познании, для других, может быть, это даже... Если вы можете их сформулировать. Если я им следую, значит, я уже сформулировал их. То есть, если я следую чему-то интуитивному, значит, это не правило. Ну, следовать можно этим правилам, не знаю, например, я однажды когда-то, не знаю, что-то там, какое-то открытие сделал, и начинаю вспоминать, как я его сделал, и думаю, что я утром выпил чай такой-то, из такой-то кружки, в такой-то... Да, да, это правило. Это будет рациональное поведение. Если я воспроизведу, я снова сделаю открытие. Это рациональное правило. Оно глупое, но рациональное. Оно не приведет к результату, но рациональное. Кстати, да. Вот, например, Шопенгауэр эмпирическим совершенно путем обнаружил, что он лучше думает и лучше пишет философский текст, если пахнет бедовыми яблоками. Просто вот эмпирически он на это надлужит. Поэтому он что делал? Он специально в ящик стола складывал яблоки, чтобы они там подгнили, вот, и запах постоянно записанным столом был. И рациональные ритуалы, они и в познании, и вообще в жизни, они играют. Именно... Он рационально пытается воспроизвести условия, при которых ему лучше работать. Ну вот. Он не может объяснить, почему, согласитесь, как хорошо звучит расчетливо. Ну, расчетливо, да, все правильно. Но дело в том, что была это не философский термин расчетливо. Это совершенно философский термин. Расчетливо? Первый раз слышал такое. Можно просто другими словами. Дело не в этом. Нет, давайте. Дело в том, что рационально, значит, как бы, на самом деле, как бы, из всего того, что вы говорили, даже если футбол говорить, это преследование некого рода цели. Ну, то, что мы называем... Нет, это прежде всего мы говорили о правилах, а не о цели. Правило, еще раз говорю, правило как возникает? Не с неба, они падают. Правило возникает как фиксация как-то оптимального способа достижения цели. Оптимального, может быть, и нет. Просто правила. Нет, оптимально. Ну, допустим, правила мышления-то, какие-то фиксируют, как правило мысли. В чем эта оптимальность? Эта оптимальность, она состоит, на мой взгляд, только в том, что мы гарантированно достигаем определенного времени. Нет, можно же рациональной мысли при этом быть не оптимальным. Нет, ну можно вот это кольцо. Да, 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 оптимально. То есть рационально это не значит оптимально. Конечно нет. Это не значит оптимально. Может быть оптимальный путь есть? Не абсолютно оптимально. Но вот есть правила, которые для всех, да, там оптимально абсолютно. А есть правила, которые у каждого своего. Любые правила рациональные. Не сами правила рациональные. Именно правильно рациональные, Булат, в том-то и дело. Есть и рациональные правила? Нет. Почему? Потому что правила есть рациональные. Давайте задумаемся этим иррациональным. Для того, чтобы понять, как это вообще иррациональный. Давайте. Для того, чтобы какой-то термин понимать, надо понимать его отрицание. Понимать с какими терминами он границ. Что такое иррациональность? Действие без правил. Бессвязно. Бессвязным. То есть, и философия Нитш, которая считает иррациональной, это бессвязная и философия совершенно без связи. Во многом, да. — Александр, я бы сказал, что Ницше на самом деле так же строго рассуждает, как и Гегель. — Нет, нет, нет. Есть большая разница. — Ницше и Гегель, я не вижу разницы в способах философства. — Я поясню. Мы берем текст Достоевского и читаем. Там все связано? — Да. — Связано. Там, естественно, не прорывается, если это не записки сумасшедшего, не прорывает. То есть вот иррациональный текст в лучшем своем представлении — записки сумасшедшие. — Бывает иррациональный текст. — Влад, давайте договоримся, если несколько человек сказали, что бывает, если вы никогда не слышали. — Если вы скажете, что ангелы бывают, значит, я должен поговорить. — Нет, несколько человек сказали. — Давайте скажите, бывают ангелы? — Нет, Влад, давайте так. Несколько человек сказали, вы после, не оперируйте к этому. — Так вы оперируете к этому? Сказало несколько человек. — Понятно. К этому оперирую не надо. Иосиф может один в толпе высказывать истину И идти против всей толпы А тут получается, что толпа Вы идете против нескольких человек Я иду против вообще всех Если вы заметите, я всегда против всех Мне как-то не очень важно Влад, теперь посмотри В чем была затея с этим философским Подождите, давайте про слово ирациональ В чем была затея со всем этим словарем В том, что мы по-разному употребляем слова Что ведет к ненужной трате сил Налить на бесполезные споры о словах Теперь, когда мы пытаемся Хоть о каком-то слове согласиться Ты специально идешь против всех Зачем? Мы обсуждаем иррациональные и иррациональные тексты? Зачем? По методологии, наверное Зачем вбрасывать какое-то новое сюда В то, что обсуждаем? Сначала надо договориться, что такое смысл А кто предложил поговорить об иррациональном? Иррациональный, хорошо Я говорю про те не тексты, не обсуждаем Какие бывают тексты Я извиняюсь, что я прервался Значит так, Булат Если мы исходим из того Что мы договорились уже более-менее с Игорем Я про ниши, давайте про ниши Про ниши, я про ниши Да, я про ниши Вы более-менее договорились Что это следование некоторым правилам Это некая логичность Это некая воспроизводимость Если я беру Канта Если я беру Канта Читаю его И мое воспроизведение мысли Канта Воспроизведет его логику И в принципе, в принципе Можно рассказать, что в моем пересказе Он не очень много потеряет Это Извиняюсь еще раз, только не надо Это рациональный текст Который воспроизводим в пересказе Если я беру Достоевского или Ниши И пытаюсь пересказать своими словами Я теряю Ниши напрочь Там нет Ниши Это проблема ваша Я не теряю Нет, Булат Есть наизусть Есть только наизусть, да? Почему наизусть? Ну ладно А Ханегер по вашему тоже наизусть? Нет, ладно, хорошо, Булат Я скажу так Нет, Булат Я скажу так Что действительно Ниши философ И именно потому Что его текст все-таки содержит мысль Рациональную И которая как-то по каким-то правилам Развивается Но если сравнить Канта и Ниши То одного следует причислять к рациональному А другого к рациональному Почему? На другом основании Потому что рациональность мысли у Ниши Размазана, не такая строгая Не размазана, совершенно строгая Я вам уверяю Я Ниши занимался 10 лет Я уже многократно везде говорил Я Ниши в долю попереду Совершенно рациональная мысль Не хуже Гегеля и Канта Точно так же Форма подачи Да, у него своеобразная Согласен Ну вот по форме подачи скажем так По форме подачи скажем так Иррациональная философия только по форме подачи Да, именно Его Совершенно не в этом Булат Его называют А почему-то иррациональными называют Таша версия Потому что иррациональная философия Потому что в отличие от Канта и Гегеля Он апеллировал каким-то силам Которые невозможно рационально рационализировать Ну тоже вариант Нет, это не вариант Это единственный вариант То есть там есть жизнь не апеллированная Каким-то жизненным То есть его считают Родоначальником трансреальной философии, как я ее называю, эзотерической философии родоначальником Ниши считают, да, то есть он по предмету был, его предметом было иррациональное. Нет, ну просто есть, ну это начиная с Шерпинга, кроме нашего рационального, к чему, к разумному, если брать всю эту дальнейшую тему, есть нечто такое, что не поддается этому разумному исколкованию, ухватыванию каких-то разумных терминов, что удается только интуитивно почувствовать, диаметическое, аполоническое и всякое такое. Давайте, предполагаю слово разумное, не употреблять. Точно так же как и содержание философии Ниши иррациональной. Хотя его философия совершенно рациональна. Потому что философии иной не может быть. Любая философия рациональна. — Содержание этой философии апеллирует к чему-то по ту сторону. Наши возможности это постигнут, рассчитать, выберить, какие-то понятия зафиксировать. — Может быть, один и тот же предмет, без разницы, рациональный, не рациональный, как мы его будем сказать. И может один текст описать его рационально, а другой текст описать его иррационально. То есть мы берем восход солнца, ученый садится и ученый опишет его рационально, точно воспроизводимо, когда что, поэт напишет стих. — Это два описания одного и того же предмета. И один из них передает что-то в этом предмете, и другой передает что-то. Один использует рациональную форму текста, а другой — иррациональную форму текста. И это разные способы познания и разные способы фиксации познания. — Рациональный рациональный к тексту непеременим. — Каким образом связаны между собой части текста? — Давайте я вам послушаю. Стихотворение по правилам пишется? — Чих, тих, тих. — Не по правилам. — Рифмы не соблюдаются и ничего не держатся. Правильно? — Здесь не про это. — Все ваши критерии подойдут, и текст, написанный в тексте точно так же будут рациональны. По всем вашим критериям. Он воспроизводим, написан в виде рифмы, то есть по правилам это рифма плетства, рифма сложения и прочего. — То есть я понимаю, что у тебя единственный способ вести себя при обсуждении слова «рациональность» — это вести себя иррационально. — Почему? — Конечно. — То есть эмоционально шоу не большого? — А говорится о том, что можно вести себя эмоционально, а тем не менее рационально? — Нет, ты ведешь себя не эмоционально, ты ведешь себя иррационально. Так вот, что я хочу сказать? Я хочу сказать простую вещь, что либо текст построен, связанно, и в этом тексте показано, каким образом из одной части следует другое, явным образом показано. Либо в нем может быть изложено все абсолютно то же самое, но то каким образом эти части между собой связаны, не показано. И тогда показывают, оказывается, у нас нерациональный текст. Он описывает точно так же. Он даже, может быть, те же самые замечательные вещи описывает, либо восхода солнца, или, я не знаю, понимание блага, или сути христианства. Очень может быть. Но рациональность – это не то, что представлено в тексте, а то, как представлено. И ты как раз с этим, по-моему, вполне готов согласиться, потому что форма подачи у Ницше, как ты сам тут замечал, она такая весьма специфическая. Вот я предлагаю вслед за Сашей называть эту форму иррациональной. По одной простой причине. Потому что, несмотря на все прекрасные и глубокие вещи, которые там высказаны, совершенно не показано, каким образом из пункта А следует пункт Б. Все показано. Не показано. Ничего там не показано. Это рассуждение. Да нет. Булат, ты бы такому-то другому рассказал, что там какие-то рассуждения. Нет там никаких рассуждений. Булат, Булат, я согласен, что там есть рассуждения. Это не предметы, как характеристика. Нет. Ну так, иррациональный текст, иррациональное поведение. Но это не предметы. Ну, как я уже. А я там апеллирую не к этому, не к характеристике. Да. Я апеллирую к тому, что такое рациональность, и что такое иррациональность. Понимаете? Ну, и что есть? В чем разница? Рациональность, это как бы нечто связанное, как я уже говорил, с расчетным, с подсчетами, с какими-то выгодами, с исследованием целей. А иррациональное, это стихийное, какое-то хаотическое, неупорядоченное. И вот это стихийное, неупорядоченное, можно достигать в своем уровне. Еще раз объясняю. Характеристики прилагательные, они все вторичные. Ваши темы. Я не понимаю, что ты сподишь. Ты говоришь ровно то же самое. Просто ты уподло добавляешь слово вот это вот, сложение и вычитание. Да, расчетливаясь. Зачем оно нужно? Это начало. Ты помнишь, никакой разницы нет. Ты понимаешь? Нет, разница есть в следующем. Есть никакого рода. Если, по-твоему, в этом смысле Ницше рационален, то ну-ка покажи мне, где там вычисление блага происходит. Сейчас берем любой текст с полки у Игоря Ницше, и ты мне показываешь, где там вычисление блага. Что есть блага-то? Расчетливаясь. Чего хочешь? Чего хочешь вычисления? Вот между аполлоническим и дионистическим началами, какие там вычисления происходят? Бери тогда и показывай. Если не можешь показать, это означает, не можешь ты это показать. Каждый раз, один раз ты меня уже бросал, я сел и все показал. Не будем заниматься детским садом, что это? Не будем заниматься детским садом. Так, Булат, все не показал. Детский сад, конкретный детский сад. Да, все правильно. Дети всегда так говорят, а ты покази, покази мне, покази. Покажу, если надо, покажу. Булат, давайте вернемся к философии. Давайте проблему Сократа. Давайте вернемся к философии. Вы уже ее обсуждали, но мы говорим. Булат, давайте вернемся к философии. Именно к философии. Сформулируйте, была рациональность и иррациональность именно не по поводу какого-то философа, а вот где в философии привляется рациональность и рациональность эти понятия, именно философия, и где расчет какой расчетливости выгодов философии. Еще раз я сказала, делаем только философию. Которую мы пытаемся, размышляем, оно на самом деле изначально хаотизировано. И долгое время философия очень напрягалась для того, чтобы как-то упорядочить этот процесс и вести его в какое-то русло. Если мы вспомним, еще у Платона, где он дал, можно найти кучих логических ошибок и противоречий. Но уже Аристотель в эту сферу внедрил какие-то правила, это показало, какое вышление является правильным, какое неправильным. То есть он его рационализировал. Вот то, что мы с Игорема говорили в теми словах, в правилах. Только смысл этого рационализации состоял в том, что вместо того, чтобы блуждать в каких-то там случайных открытиях, как вы говорите, инсайдах и прочее, нужно найти способ и метод быстро прихода к цели. Если нам нужно о чем-то рассудить, мы, может, просто берем эти правила. Все, правильно, полностью согласен. И на самом деле это... Что является определяющим? Цель или путь? Определяющим является цель. А, значит, если я достиг цели любым способом, это будет рационально. Не любым способом. Значит, все-таки рациональный это способ? Рационализм это и способ, включающий в себя самая главная цель. Значит, хорошо. Значит, если я не вижу цель, я не могу определить это рационально или рационально? Не можем определить. Почему? Ну, потому что человек может вести, как мы сами примеры проводили, внешне рационально, а на самом деле ему долго там заниматься. Потому что сам по себе способ ничего не определяет. А может наоборот, человек... Может просто в цели достигнуть без нерационально. Нерационально. То есть цель не является определяющим? Сама цель нет. Я говорю, связь цели и способа его достижения. Это некое... Вот вы говорили слово алгоритм, это очень хорошее слово. Как раз алгоритм, это тот самый и есть способ достижения цели. Но алгоритм может быть написан и без достижения цели, просто зацикл. А алгоритм специально для того и имеется цель. Нет, может быть. Скажем так, если алгоритм написан просто как нечто зацикленное, без расчета, он будет нерационален? Он будет рациональным. Вот и все. Значит, цель не является определяющей. Если вы поставили цель, зациклить алгоритм. Но алгоритм... Нет, есть алгоритм, а есть цель. Нет, ну как это говорит? Нет. Вы все, что хотите, все, что бы вы ни делали, вы исходите всегда из некого рода цели. Почему нам нужно правильное мышление? Для того, чтобы достигать правильных выводов. Все правильно, Булат. Но не цель определяет рациональность. Не цель определяет, а связь цели и способа ее достижения. А цель-то при чем здесь? Потому что без способа достижения сам по себе может выглядеть сколько угодно упорядоченно, но он не будет рациональным. Булат, у нас есть понятие. Человек пьет чай и прочее. Это не является рациональным. Если нет цели, для чем он это делает? Булат, у нас есть некое понятие. Значит, давайте так. Вот есть понятие, которое называется рациональность. Понятие. Некое понятие. И мы должны обязательно в него включить цель. То есть, если у нас не подразумевается цель какой-то, то есть мы не можем ничего сказать. То есть, когда я вижу человека, или я вижу некую форму познания, вижу, как человек действует, вижу, что он пишет, вижу его действия, делает что-то... Я не могу еще до того, пока я не узнал о его цели, сказать, это рационально или иррационально. Или я могу сказать, что это рационально. Вот расчет. Понимаете, вот человек рассчитывает. Он просто счетчик. Я скажу, он действует рационально. Он может воспроизвести, воспроизвести этот расчет. Вы каждый раз катались куда-то, там, на кухне посидеть. Почему на кухне? Потому что что? Математика и познание. Математика, математика, точно. Познание, давайте. Это же рационально. Давайте в познание. Точно так же, для того, чтобы быстро рассчитывать какие-то интегралы, придуманные правила. Ладно, давайте. То есть, мы выяснили. То есть, Палат, все, пора закачивать. Чтобы выяснили, действительно, что есть два представления. То есть, есть представление такое же, рациональность. Это способ достижения цели. Только способ. И именно сам факт наличия этого способа достаточно для того, чтобы утвердить, что он рациональный. Ну, точно так же. Палат, 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 Палат. Ну, я, 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 почему? Ну, внешне он полностью упорядок. У меня есть финиш. Я могу пешком дойти, могу бежать. Я могу бег от ходьбы, от лечения. Сидит два человека, совершенно одинаковые вещи делает. Только один это делает, он знает цель, зачем он это делает. А другой просто так это подражает, как обезьянка. Это будет добрый рациональный поведение. Ну, это-то по-вашему. А по-моему, один будет просто рациональный. Да, Палат, ну это же выяснили. Зачем вы спорите? Я не спорю. Мы уже выяснили. Это укрепляется неправильно. Палат, я говорю, у нас есть два смысла. Ваш и другой. А вы начали, я высказываю один. Он говорит, нет, 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 только мой правильный. Есть два, есть два понятия, к которым мы пришли. То есть мы, прагматизм, эмоции, все-таки насколько, как бы, уже не в случае. Осталось только... Палатизм вполне, достижение целей. То, что я называл этим выгодой. Да, потому что... Хорошо, хорошо. Значит, мы не пришли к общему мнению. У нас есть вот... На этом мы закончим, да. Что у нас есть два, две трактовки, обязательно включающие в себя цель, то есть, но при этом именно движение по правилам, воспроизводимое, логичное движение к цели... Но я понимаю, что правило у вас... Булат! Ну, потому что, как бы, я так просто с разных сторон захожу. Цель я имею и выгоду, и... Да без разницы, все, 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 любую цель, да, все, все, все. Не просто любую цель, да? Да, конечно, любую цель, все, любую цель. Я говорю, один, движение по правилам, воспроизводимое, логичное, алгоритмичное достижение цели. Вот второй вариант, второй вариант. Воспроизводимое, логичное, алгоритмичное движение. Независимо от того, от цели поставлена цель или не поставлена цель. Что цель, это является... Потому что цель... То есть, компьютер-цикл, это рационально? Это рационально, потому что это воспроизводимо... Это рационально, очень рационально. Нет, Булат, ну извините меня. Я же говорю, два есть смысла. Ослик бегает по кругу, когда катает колесик, тоже рационально. Это можно воспроизводить, как издевательство на ваших безцельным движениям. Вот Ослик бегает по кругу, очень рационально. Если бы Ослик не делал какое-то дело... Вы же говорите, не нужно, а делай-то и есть смысл, то самое цель и доход. О которых я говорю. Если Ослик просто бегает в вашем смысле, он просто делает это по кругу. У вас это рационально, у меня нет. Ну, тогда у нас получается, что математик, просто делающий какой-то расчет... Почему? Он хочет достигнуть цели, он хочет получить ответ. Любой математик хочет получить ответ, хочет решить уравнение, хочет решить задачу и так далее. Это все рациональные действия, в котором есть смысл, цель, выгода и прочее. Ну, давайте так, я завершу тогда. Действительно, действительно, что в любой деятельности, ее можно назвать деятельностью, когда у нее есть цель. Если у деятельности нет цели, если у действия нет результата, то это не деятельность и не действие. А вот смотрите, какой фокус получается. Рациональный действующий рыночный агент всегда будет проигрышем. Ну, поскольку его... Да, его правила будут всегда запаздывать относительно изменения самого рынка. Да, его будет слишком много, и в результате он цели свои обогащения не достигнет никогда. И что мы видим... То есть иррациональное поведение на рынке для достижения целей более прагматично. И в политике. И в политике. Да, да, я тоже не очень... Да, и в политике. И в политике, очевидно. Очевидно, вполне очевидно. Вы два часа, час рассуждали про рациональность, и тут на тебе вот это... Иррациональный действующий рыночный... Иррациональный агент более... Нет, да, я не согласен. Я согласен, что иногда, иногда, да, действуют иррациональные выгодения. Это правда. Благо. Здесь вполне логичное объяснение. Полне логично. Потому что рынок и политика это такие сложные системы, которые не поддаются локализации. Вот это да. И у них столько... Нет, поддаются. Но так как только они начинают... В целом не поддаются. Начинают быть предсказуемы, то, что это не вращается. В целом не поддаются. В целом не поддаются. И поэтому выстраивание любого рационального поведения на длительном промежутке времени, рационально, по жестким правилам в политике и в экономике ведет к краху. Поэтому нужно правил, то есть, либо ты имеешь правила, которые меняешь на каждой итерации, вот, либо ты вообще не имеешь правил, как некоторые политики и некоторые бизнесмены действуют. Они вообще без правил делают. Вот интуитивно. Вот так вот сейчас вот повышают, понижают, да, и выживают. А некоторые, наоборот, жестко прописали все бизнес-планы и все как действуют, и при этом проигрывают. Но это кратко можно сказать, как прибыль равна и всегда меньше или равна стоимостью на 100 рублей. Вот. И поэтому, поэтому, вот, была-то понятия, что именно эта связка, что цель всегда должна быть связана с рациональностью, нет. То есть рациональность может не привести к достижению цели, она может и рационально привести. Поэтому рациональность это только способ, каким мы действуем. Это способ... Образ действий может выглядеть последовательно, меланично, но в самом деле он будет безумиен, понимаете? Ну, любой безумец, как бы, много таких всякого рода там. Нет, ну, то, что внести. Они действуют вполне как бы разумно и, как кажется, последовательно. Но на самом деле это безумец. Ну, вот это, вот, один из вариантов, наш спор, один из вариантов, который несколько раз воспроизводится. Поэтому есть смысла в действии нет? Да, вот множество людей говорят, рациональность это осмысленность, целесообразность, прагматичность. Я стою на другой стороне. Ни одна из них неправильная. Просто разные варианты исполнены. Я стою на другой стороне, что рациональность это действие по правилам, то есть воспроизводимость, логичность, действие по правилам. При этом, при этом, перейдет оно, то есть, как бы, любое действие направлено на цель. Ну, конечно, трудно говорить, что вот если просто человек там прыгает, стоит на голове, что оценивать его рационально или рационально, если он не действует. Расскажу так, если человек не действует, вообще нельзя оценить рационально или национально. Но если человек действует, значит, он достигает цели. А вот как он действует, мы определяем рационально или рационально. Вот такая схема. Я посмотрю, давайте так, любая деятельность направлена на цель. Любая деятельность направлена на цель. Если нет деятельности, то нет разговора о рациональности и рациональности. Но когда уже мы знаем деятельность, которая направлена на цель, мы ее можем оценить как рациональную и как иррациональную, хотя они направлены на одну и ту же цель. То есть не цель определяет, какая из них рациональна или иррациональна, а именно самая характеристика деятельности по правилам, не по правилам, воспроизводима, невоспроизводима. Вот такой компромисс.